всем привет привет ребятки из солнечного летнего батуми вот сейчас приглашаю вас на такую небольшую прогулочку по старому городу вот я конечно же не экскурсовод не гид но так вот пройдемся посмотрим здесь тоже очень красиво то есть старый город это ну понятно что в основном как бы все едут на море то есть батуми привлекает в первую очередь тем что это все-таки курортные как бы морской города но старый город это здесь такая одна из тоже топовых достопримечательностей я думаю что многие ну вот старый город скажем так заставляет людей приезжать не только летом то есть вот если бы не было бы вот этой локации то наверное сюда бы там зимой ну в межсезонье так сказать особо бы никто не приезжал но вот посмотрите какой потолок это просто офигеть вот это одна из самых красивых вообще здесь локации это называется площадь пияца вот здесь находятся отели то есть гостиничные номера вот никогда здесь не ночевал не знаю какие цены вот видите хотел пияца фо колорс ресторанщики и вот такая вот крутая атмосфера музычка здесь постоянно проходят какие-то фотосессии то есть приезжают люди свадьбы праздновать вот часто я здесь видел и вот таки такая вот часовня big bang по-батумски три часа дня у нас сейчас вот и вот за вот эту мозаику тоже недавно смотрел видео что это вроде как очень старая мозаика вот не знаю если честно какого года но уделили ей скажем так отдельное внимание да я вот здесь иногда так люблю попить кофеёчек вот в этом заведении быламия ну а так в принципе а вот кстати мими но называется ресторан это очень известный советский фильм с участием полин забыл как очень известный певец грузинский снимался в этом фильме и ну там часть съемок тоже было в грузии вот ну фильм прикольный кстати старый мими но называется вот посмотрите ну такое знаете если хотите больше понять скажем так грузинскую культуру то лишним как бы фильм точно не будет а вот видите каждую субботу каждую пятницу и субботу 8 часов живая музыка вот здесь тоже прикольно вот смотрите да какие окна в таком каком-то стиле интересном там вот статуя и вот такой можно сказать писающий мальчик вот но это кстати вот питьевая вода то есть в грузии ну очень много по всему батуми вот есть вот такие фонтанчики различные с питьевой водой то есть и вдоль набережной и по городу это абсолютно бесплатно и ну нормальная питьевая вода и если кто не знал то в грузии ну батуми конкретно да то есть можно пить воду прямо из-под крана дома вот батумская площадь пьяца была построена в 2009 году главным архитектором является важа орбеладзе пьяца один из главных центров проведения культурных и развлекательных мероприятий концертов официальных приемов площадь выполнена в венецианском стиле и включает в себя отель ресторан и кафе пабы каждые три часа и центральной башни звучит гимн грузии о ничего себе ну кстати гимн я здесь не слышал ни разу интересно и вот так и также вот здесь еще у нас церковь вот кстати ни разу тоже туда не заходил тоже в принципе такой да необычный стиль вот ну церкви кстати отличаются немного у нас допустим там ну в украине да я беру там в киеве нас как у нас в основном церковь это прям там какие-то такие должны быть огромные золотые купола то есть но в грузии чуть-чуть по-другому они вот обычно из какого-то камня то есть наверное вот из какой-то породы скажем которая здесь присутствует ну давайте наверное вдоль моря пройдемся еще немножко вот в принципе вот так вот значит насчет школ друзья еще у меня спрашивал один подписчик получается у них сын ребенок не помню точно в общем ребенок закончил первый класс я так понял что наверно в польше вот и они хотят приехать в батуми и спрашивают у меня что нужно цену с ребенок украинец и спрашивают у меня как бы что нужно для того чтобы поступить в батуми получается в школу с украинским сектором вот а у меня здесь есть друзья с харькова у которых вот тоже сын как раз первый класс закончил уже в батуми вот и я у них спросил вчера мы там на природку ездили меди и готовили рыбку и вот они говорят что в принципе ничего сложного то есть просто нужны ребенку документы о том что он где-то закончил первый класс да там в польше либо украине ну я думаю на русский сектор это работает также вот просто это в разные школы и потом просто приезжаете как бы в саму школу идете к директору подаете заявление и все и вас как бы принимают то есть в принципе такая процедура ничего сложного просто приехать директору если это украинский сектор то это 20 школа батуми если это русский сектор я не знаю то есть это но какая-то другая не в этой же школе какая-то другая может их и несколько вот насчет русского ну а он есть но я просто не знаю каких школах и сколько их насчет украинского сектора это две школы вот 20 это получается как начальные классы и потом когда чуть старше они переходят там в какой-то другой школе еще пока не знаю потому что у друзей сын как бы только первый класс закончил вот в принципе все то есть как бы это обычная государственная бесплатная школа ничего не надо платить как бы просто пришли записались и все учебный год начинается с 15 сентября вот в грузии такие правила садики у кого дети поменьше вот еще одни знакомые сейчас египта прилетели у них сыну четыре года и вот они его отдали в садик частный правда то садик получается 500 лари в месяц это ну почти 200 долларов вот из частных это такой самый бюджетный так сейчас дорогу переходить значит батуми вообще в грузии нужно очень аккуратно здесь как бы не принято скажем так уступать дорогу видите я уже иду по пешеходному он себя едет дальше то есть всем как бы по барабану вот но надо адаптироваться надо привыкнуть потому что поначалу для меня это все конечно было мега дико ну сейчас как бы тоже я не скажу что прям я в восторге от этого да но к этому скажем так более-менее привыкаешь то есть это один из немногих минусов грузии ну и батуми в частности вот потому что в остальном как бы мне здесь все нравится в целом и ритм жизни и природа и климат и внешний вид ну понятно что не всех мест но там где вот вдоль моря скажем вот эти все туристические локации это все очень очень круто выглядит и вообще для города с населением 180 тысяч человек да вот посмотрите просто какие тут кораблики сюда заходят да ну вообще в целом просто само наличие морского порта аэропорта до в городе 180 тысяч населения ну таких городов наверно немного и вот с таким старым городом потому что мы недавно сравнивали с украинским городом белая церковь до в котором население ну сейчас побольше наверно потому что много переселенцев это в киевской области ну раньше там жила вот допустим около 250 тысяч населения но это как бы типа город по населению как батуми ну только не туристический конечно то конечно когда здесь сравнивали ну да но в белой церкви там как бы арабы не тусуются ну и в целом до иностранцы в таком количестве как здесь потому что здесь можно увидеть иностранцев со всего мира из европы и со стран персидского залива ну то есть кого угодно и турки индусы и африканцы и американцы ну кто кто угодно реально вот и архитектура то есть какие-то здания но отсюда не видно это надо отдельно снимать там вот все вот эти современные какие-то небоскребы поэтому батуми конечно ну как для такого вот маленького города да это курортный города это не одесса то есть это не миллионник понятно но все равно то есть для такого города таких размеров инфраструктура здесь конечно и количество достопримечательностей скажем так да что вот как ты можешь проводить свое свободное время то конечно батуми в этом плане город шикарный вот здесь рыбаки ну и расстраивается тоже он очень стремительными темпами то есть здесь вот уже идут вот допустим батуми потом идет дальше махинжаури это уже он как бы по указателям это как отдельный города но он уже по сути сросся с батуми вот это если в эту сторону ехать как бы поэтому батуми разрастается и в ширину и в длину как бы и в ширину здесь ограничено если братьями виду сторону гор а так в ту сторону вот в сторону аэропорта где гонио то есть это уже все по сути как вот один такой большой город вот поэтому ребятки вот так вот значит на этом наверно будем завершать нашу вот такую небольшую экспромтную прогулочку вот будет настроение буду еще выходить в эфир показывать какие-то интересные места подписывайтесь на канал кто не подписан ставьте лайки пишите какие-то вопросы если у кого-то есть и будем на связи всем хорошего времени суток увидимся счастливо пока друзья